Тили-ти-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли Слушай, интересная тема нашей консультации. Человек же привык ориентироваться на вынос вовне, и человек ждет, что за него сделают, вылечат, решают волшебную палочку. А у нас волшебной палочки нет, она была на самом деле. Но у нас есть волшебный пендель, да. Помнишь, был этап, когда мы делали за людей, были очень быстрые результаты, которые потом в фильмы пошли и так далее. А потом мы увидели обратную сторону медали. Что пока человек не изменился, а ребенок пошел в развитие, у человека будет собственная проблема сформирована. Позже по здоровью. То есть одна проблема заменится на другую. И будет, что лучше бы, может, первая была, чем вот эта вторая наша уже на усугубление идет. А для того, чтобы она не возникла, надо, чтобы человек изменился, стал другим. А это уже через волшебный пендель. То есть смотри, а что такое волшебный пендель? Пендель – это боль. Боль. Опять-таки. Боль. Представляешь? И человек не хочет просыпаться. Человек зачастую тормозит. У него понимание работы приходит с отложенного времени. Вот помнишь, я тебе сбрасывала, девушка писала о том, как она ждала включения сознания у ребенка почти год. Ждала. Ждала. Ничего не делала. Я начала делать практики, но бросила. Я начала, но бросила. Она ждала просто волшебства. Ей сказали, и оно, значит, должно. Ничего не делала. Это так же, как лечь, как это сказать, сказали тебе, что ты заболел, да, ну, не знаю, там, завтра умрешь. Ты лёг и лежишь. И что будет? Человеку непривычно слышать, что ему придется меняться. Зачастую вот человеку говоришь, тебе надо измениться, а человек смотрит на тебя и не понимает. Ступор возникает. Как измениться? Мне что, ламбаду станцевать? Нет, тебе внутри надо стать другим. Искренним. Искренним вернуться к себе и взять ответственность. Ну, это пустые слова. А как это сделать на практике? Прикинь, какая сложная тема на самом деле. Да, да. Человеку говоришь, прочти хотя бы одну книгу, задумайся, погрузись в себя, почувствуй. А чувства как подменены? Человек не может чувствовать. Человек может чувствовать только боль. Вот боль он считает чувством. А дальше он чувствами считает эмоции. То есть вот эта поверхность пена морская. Это как и уходит в это искажение. И уходит в искажение. Еще дальше от себя. А самое главное, умом пытается взять. Ну, значит, мне для того, чтобы мой ребенок поправился, надо это, это, это. И все. И снова ничего не делаю. Ну, ты такой умный. Чего ты такой больной? Если ты такой умный. И чего, у тебя ребенок больной? И чего, у тебя ребенок больной? Или даже если сказал писать анкеты, просто пишется, вот просто как… Автоматически. Да, сказали, делаю надо автоматически. Хотя нет углубления. Но это да, это уже хорошо, когда человек пишет. Уже хорошо, потому что если он пишет, уже так или иначе где-то зацепится. Он уже делает, есть действие. Если действий нет, то не зацепится. Это точно так же, как семена брось, хоть какое-то да прорастет. А если ты не бросил, то ничего не прорастет. То есть движение несовершено в действии. Ну, кстати, сегодня был очень хороший стрим. За счет чего я его считаю хорошим? Я же перечитала вопросы, когда выбирала. Там очень много хороших вопросов. Да. Очень много хороших вопросов было. Реально по здоровью. Реально где можно было даже где-то продемонстрировать работу и так далее. Если бы время больше позволяло, то вопросы сегодня мне очень понравились. Они были не такими пустыми. То есть я вначале прочитала, там даже первые вопросы были более пустые, чем дальше. То есть они... Что мне надо увидеть в себе, чтобы там у меня коренным образом поменялась жизнь, здоровье и так далее. А конкретные были, да, такие? Там были конкретные вопросы, и мне понравилось. А вот эти такие поверхностные, что мне надо изменить в себе? Ты даже не знаешь, как ответить. Да тебе всю себя надо поменять. Всю. Вот от и до. У тебя должно остаться только это тело. Причем еще и в здоровом варианте. Пока ты будешь себя менять, чтобы ты не успела его испортить. Но как-то на что мне обратить внимание? На здоровье, на счастье, на любовь. На что еще? Где внимание, там и создание. Вот внимание-то и надо держать на этом. На что мне обратить внимание, чтобы у меня было счастье в жизни, да? Смотри. На что мне обратить внимание? Чтобы у меня было счастье. То есть счастья нет. Ага. Подсознание дальше качает, играет. Счастья нет. А ты ищешь. А ты ищешь. На что, да? Обратить внимание. А на самом деле, когда человек начинает смотреть в себя, первое, я бы вообще все вот моменты с изменением, связанные с себя, первую практику, которая была бы, это 100 глаголов. Увлекись чем-то, войди в интерес. У тебя уже все. Ты режешь пространство, время, и ты занимаешься любимым делом. Все, ты тут же меняешь под любимое дело свой материальный статус. Каким образом? Ты позволяешь себе шире мыслить, шире осознавать и больше позволяешь работать над собой. Вот, позволение прошло, возможности пошли. И вот в это же время, вот, кстати, вот здесь тогда будет очень серьезный, болезненный шаг, потому что можно уйти в игры, в деньги, во власть и так далее, а здесь надо уйти в благодарность и в завершение игры, в другую сторону. То есть у тебя поезд будет мчаться туда, а тебе надо осознанно сказать себе стоп и развернуть его в другую сторону. Но, во всяком случае, у тебя появляется этот шанс вовремя сказать себе стоп. Ну, это самая простая схема, на мой взгляд. Во всяком случае, я так двигалась сама. Но есть люди, которым можно сразу начать вот с практик себя, а потом уже плавно выйти в позволение, а потом с позволением найти свой интерес и все остальное. Ну, каждый индивидуален, каждый идет сам. Но все равно это все параметры жизни надо изменить. Если ты хочешь изменить один, тебе придется изменить все. Абсолютно. Потому что даже вот параметры отношения там с родителями. Ты меняешь отношения с родителями, у тебя меняются отношения с родственниками, у тебя меняются отношения в семье, ты по-другому проявляешься на работе. Все, понеслось. Цепочка пошла. Цепочка пошла. Ну, нету параметра, чтобы не изменился. Это как этот, сейчас скажу, трубочка, это как это? Калейдоскоп. Калейдоскоп. Да, ты так раз, и там все выстроилось. Все выстроилось. Раз повернул, и все выстроилось, да. Да, это другая картинка получается. То есть, если хочется изменить что-то чуть-чуть, 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 все это поворотик калейдоскопа. У тебя будет другая картинка по всем параметрам жизни. Хотя бы основные, если вычленить, уже не надо их там всех сколько, 495 или сколько там Софи говорят. Не знаю, не считала. Но хотя бы основные возьми. Семья, отношения, родители, дети, работа, бизнес, секс, деньги, может, еще какие-то, которые тебя беспокоят. Ну, хотя бы основные возьми, но все параметры будут изменены. Как только в тебе что-то перещелкнулось, все поменялось. Да. И это надо осознавать. И перещелкиваться должно в расширении. Ведь точно так же и в сужении. Заметь, один параметр у тебя забрали. Я развелся с женой. Я пойду в расширение. Ё-ху, дорогой. У тебя здесь не стало, у тебя тык-тык-тык-тык-тык перефрагментировалось. Пошло искривление. Либо ты изменишь и где-то это компенсируешь, либо ты будешь в искажении. И уже все, у тебя уже кривая игра, у тебя параметры не выстроены. И поэтому, когда там я развожусь, и мне станет лучше, и все будут счастливы, нет, это ты врешь себе. Ты ломаешь параметры. Точно так же, как когда воюют с родителями. Точно так же, когда воюют с детьми. Точно так же, когда война на работе. Нет. Нет, работа должна меняться в благодарности. Даже если тебя оттуда гребаной метлой выгоняют. Скажи спасибо, у тебя появился шанс на открытие собственного бизнеса. Все. Другого не может быть. То есть тогда, если при таком подходе через благодарность в расширение, тогда ты начнешь выстраивать все остальные параметры в расширение. А если в сужение, в злость, агрессию, да я тебе там щу, да вот это вот, да вы без меня тут все сдохнете. Все. Ты уже сжался, и ты сжал все остальные параметры. Да. И все, это уже в разрушении. И уже в разрушении. Напряжение, разрушение. Пошла обреба. Так очевидно это все, да? Так оно просто, оно даже снаружи смотришь на человека, видишь и осознаешь. Ты знаешь, что меня сегодня как-то заставило задуматься, зависнуть на мгновение? Это момент, когда переписки в чате, в чате инфодайвера. Когда ты там сообщение начала писать. Вот этот момент, когда стало очевидно, вот был такое зависание, а писать бесполезно, нет смысла. Ты бросаешь бисер, и ты не будешь услышан. Хотя чат большой же. И тут же прилетело подтверждение. И тут же прилетает подтверждение. Бесполезно. Вот это было удивительно, потому что обычно общаешься, и вот такого нету. Но вот этот момент зависания, когда бесполезно говорить, ты не будешь услышан. Я четко ловлю. Где бы я ни оказалась, там среда людей, можно начать где-то говорить или что-то рассказывать. А я понимаю, что нет, нет смысла. Проще не впускать в свою реальность. Вот причина закрытия нас в своей реальности на эти годы, пока мы книги писали. Иначе бы не написали. Ты знаешь, что проще промолчать получается. И ты знаешь, я себя вспоминаю ребенком, когда я не спорила с родителями. И насколько это было верно и правильно, я сейчас понимаю. Вот именно ты сейчас об этом сказала. У меня были знания, которые, вот я понимаю, мне говорит родитель. Ну, я сейчас скажу про нервные клетки, но это было и другие. Нервные клетки не восстанавливаются. И тогда вот это прям... А я понимаю, а я говорю, восстанавливаются. А мама говорит, нет, не восстанавливаются. И я вижу, что она не знает, а я знаю, что восстанавливают. И я не спорила, я не доказывала. Я просто внутри, я не взяла, не согласилась как бы мамину, а я просто внутри у меня были знания. И я понимала, что ну вот это я сейчас вот так рассуждаю, а тогда я просто и не спорила. И я осталась со своими знаниями. Точно так же, как бабушка читала Библию, а я на неё смотрю, мне лет 5-6. Смотрю, я понимаю, что она наизусть её знает, а я понимаю, что она её вообще не знает. Она не понимает её. Что она то, что между строк, она их не знает. И я тоже не спорила, просто слушала, но при этом оставалась со своими знаниями. И именно это помогает и помогло проносить своё чистое сознание, пронести для того, чтобы, знаешь, как созреть, вот как написать, созреть, и тогда можно проявиться. Вот это об этом. А если ты споришь, если ты доказываешь, что ты уходишь в игру, и тебя завалят камнями, вот я это настолько чётко осознаю, так и здесь вот полностью. Не доказывать ничего. Ты сказал, а... Человек сам выбирает. Да. Да. Знаешь, я, например, к этим состояниям... Да, это о силе. Я к этим состояниям приходила. Потому что я, наоборот, с детства была борцом. Мне надо было доказать. А я просто знала, и всё. Ну вот. И даже то, что я это тоже вот недавно вдруг осознала и офигела. Ну, ещё же другие разные случаи в моём, да, детстве. И периодически у меня в детстве возникало, как я тебе рассказывала, из детства, вернее, с периодами, когда я попадала в некое межпространство. Да. Я же тебе рассказывала. И потом, значит, попадаю, я не понимаю, о чём это, но я спокойно нашла, как я выхожу из него. То есть способ выйти из него. Я тоже маме его поделилась с ним. Ну, мама как-то так и так, ну и нормально, я ничего не навязала. Потом она затухала. Потом она там через, допустим, там 10 лет опять проявляется. Потом там через 2 года опять. И вдруг я, Наташа, тебе даже не успела сказать. И вдруг я совсем недавно, я осознаю. А, я кому-то рассказывала, наверное, в свете своей рассказывала про то, что как я смотрела, вот как я сейчас рассказывала на бабушку, понимала, что она не слышит между строк. Потом, что маме говорю с нервами, да, а она не слышит. И вдруг у меня так, фу, я попадала в межпространство. Между строк. Между строк, суть сама. Это вот как себе напоминалка. Вот оно. Смотри, и куда я погружаюсь. Вот это недавно совсем осознала. Блин, офигела. Умение слышать себя. И оно же зависит, на самом деле, от того, ребенок закроется в детстве, информация не будет. Нужно или не закроется. Будет заблокирован или не будет заблокирован. Тут очень большая роль разумного родителя. Но мы-то родители себе выбираем сами. И ты знаешь, вот если брать сейчас, я даже по себе вспоминаю, как я растила первого сына, второго сына, третьего сына. Если первого сына я прямо с детства, еще с полутора лет я грузила, мы учили стихи, мы ходили в эти центры развивательные, мы заканчивали музыкальные школы, играли в детском театре, что мы только не делали. Да, он вырос, он классный мужчина вырос. То среднего я грузила меньше, намного меньше. Они даже больше, как-то средний тянулся за старшим, там больше техническое творчество, ну, тоже музыкальная школа, там такое. Но они были загружены. А младшего я вообще не грузила. И сейчас те вопросы, которые старшим приходилось пробиваться с раннего возраста, ну, они в спокойном темпе разруливаются у младшего. Я спокойнее стала, я по-другому отношусь, и я не гружу ненужной информацией. Я не заставляю читать ненужные книги. Я не подстраиваюсь под учителей. Я, наоборот, я полностью ориентируюсь под своего ребенка, под его мир, и даю ему возможность развиваться в том, что ему интересно. Ему интересно. Именно от него идет начальный исход. А не я хорошая мать, я вот развивающая и так далее. И вот когда этот подход, вдруг замечаешь, сколько ненужной чепухи детям, в школе вкладывается в голову. Это просто невероятно. Учебники литературы и русской, и белорусской я бы вообще повыкидывала. Просто повыкидывала бы. И вот создать, понимаешь, что осознаю? Что создать новое обучение на это место. Ведь на самом деле сложно. Это надо еще умудриться найти произведение, где бы ребенка учили быть благодарным. Учили быть любящим. Учили осознавать, как он отражается в других людях. Учили в моменте здесь и сейчас находиться в состоянии любви и благодарности к тому, что ты имеешь. Ценить себя, уважать себя, брать ответственность за свою жизнь на себя и так далее. Сегодня готовы уже религию впихнуть в школу. А это, прикинь, какая травма в психику. Это, прикинь, сколько мусора и сколько дополнительных болезней будет. Я вообще в шоке. Это вообще, блин, это вообще трагедия. Это трагедия будет для детей. Это конкретная болезнь. Да, да, да. Психики. Ну, в университеты Германии каким-то образом впихнули обучение съемки фильмов порно. Видишь, ну да. Видишь, у тебя мальчики, а у меня девочки. А девочки, это да по-другому. И я тоже не давила со школой ни Свету. Как-то я ни старшую, ни младшую, тем более. С учебой. Они у меня сами учились. Сами абсолютно. Не контролировала я. Но при этом я, что первое, что второе, я показывала. Это было у меня не гружение, так, чтобы загрузить. Нет, вот показывала и развлекательные, и разные театры. То есть это было увлечение, это был интерес. Чтобы показать все варианты, возможности, я не чувствовала в этом загрузы. Наоборот, чувствовала в этом кайф. Для того, чтобы ребенок, знаешь, как все краски увидел. Вот. А насчет того, чтобы в школе какую, ну, то есть, не знаешь, действительно, вот какую бы посоветовал литературу, да, то я насчет этого скажу так, что все, абсолютно все, что сейчас дается в школе, убрать. Это как, чтобы предприятие, приходишь на предприятие, и чтобы оно на убыточное, приходишь. Для того, чтобы оно расцвело, надо все нахер, всех выгнать. Вот это касается. Ни одного человека не оставить из старого состава. Это вот так касается, да, программ обучения в школе. А ты понимаешь тогда, насколько это масштабное изменение в образовании? Да, понимаю, конечно. Но это приведет к здоровому обществу, к благодарному обществу. Да, да, да. Готовы ли у нас? Общество к таким тряскам? Еще пока нет. Пока нет. Вот чувствуется, что нет. Так пока и идей в обществе нету развития. Пока в обществе развития вообще не предусмотрено. Есть идеи диблиотации? Вообще идеи есть уже. Честно сказав, идеи есть. Это искренность, это инфодайвинг. То, что на самом деле... Ну, это у нас с тобой она есть. Да, да. Так вот она, так она уже есть. Я к тому, что уже есть. Вопрос в каком обществе? Ну, вот здесь уже другой вопрос. В Канаде признала инфодайвинг, а Беларусь нет. Да, да, да. Это уже другой вопрос. А то, что идея уже есть, она уже есть, она уже делась. Но Беларусь позволяет хотя бы работать. Да. И это уже круто. Вообще удивительно. Мы говорим такие простые вещи, такими простыми словами. Мы показываем удивительные результаты работы. Мы видим глаза благодарных людей. И ты знаешь, я все-таки верю, что земля богов начнется здесь без вариантов. Она уже началась. Она уже. Я пока не вижу, что она началась. Она началась уже здесь. То есть, это знаешь, как зерно, которое в земле. Она еще в земле. Да, но оно уже в жизни появилось. Но оно набухло, и оно будет прорастать. Да. Конечно. Вот сегодня в чате меня удивило, насколько люди не понимают, что такое инфодайвинг. Вот это удивительно. Меня тоже это очень сильно удивило. Очень сильно удивило. Мне кажется, что ведь достаточно было прочесть книги. Достаточно было прочесть книги. И становится все понятно, что это не гипнотические состояния. Это загипнотические состояния. А человек полностью путает это с регрессом. Я поэтому сегодня на стриме уделила этому внимание. Для меня было удивительно. Мне казалось, это так очевидно. Состояние засыпания и состояние просыпания это разное состояние. Это очевидно. И, соответственно, возможности психики разные. Но если ты заснешь неблагодарной сеньей, ты проснешься неблагодарной сеньей. И поэтому надо учить быть благодарным. Тут без вариантов. ну, это же просто. Может, слишком просто. если ты заснул злым, ты проснулся с головной болью и злым. И вот твоя головная боль. Да. если ты проснулся раздраженным, ты проснулся, опять-таки, с раздражением на коже, на теле. И ты имеешь это раздражение в жизни. И так каждый раз. И тогда... Значит, надо учиться засыпать с благодарностью. Все, другого выхода нет. И именно в благодарности есть исцеление, получается. Выход. Другого выхода нет. А другой выход – это запутывание еще большее. Да. Простейшее, кажется. Совсем-совсем. Так все просто, очевидно. Вот просто на поверхности. На поверхности. Ты смотришься в человека, как в свое зеркало. Если ты в зеркало послал злость, ты получил злость. Послал неуважение, ты получил неуважение. Послал любовь, ты получил любовь. Посвети фонариком зеркало, и ты понимаешь, что ты получишь. Послал свет, получил свет. Бросил какаху, лепеху, получил лепеху. Самое интересное, что вот эти все лепехи там в Библии описаны. Возле Библии Жнего своего, как самого себя, и так далее. Меня все время удивляют люди, которые ссылаются на Библию злые, с вынесенной ответственностью, и никогда ее не читали. Или читали, как автоматы. Или слышали ничего. Да, и уважение заменено служением. А ведь служение – это не уважение. Это искажение. Это искажение. Это рабство. Да. И это уход от себя, это уход в игру, когда ты будешь осознавать уважение к себе и возвращение к себе. Без вариантов. Через боль. Через боль. Только через боль другого нет. А по-другому ты никак не заставишь человека чувствовать, то есть повернуться на бок и проснуться. Хотя бы даже повернуться на другой бок, да? Только через боль. Только через боль. Точно так же, как животных дрессируют. Да, я тоже сейчас об этом как раз говорю. Либо через боль, либо через конфетку, да? То есть у человека животное такое же. Ты тогда вспоминаешь Дарвина. А ведь тоже подмена. А сейчас понимаешь, какая толта с Дарвином. О, блин. Туфта, туфтой, ты знаешь, у меня вопрос, оговорил ли это Дарвин? Так я тебя прошу, что неважно. Суть в том, что все свято верят еще и программу. Представляешь, то есть любую, вот просто любой бред положи. Главное, что ты авторитет. И все. Не создай себе кумира. Ты же авторитет, об авторитете. И поэтому, ты знаешь, первый прием затыкания рта это когда кто это сказал? Вы откуда это взяли? Вот, почитай на ютубе этот комментарий. Вы откуда? Это вы такие умные? Ну, сразу. как мне написали, там, я сижу на ветру разговариваю, волосы поднял, ветер. Расчешись. Инна такая. Слушай, для человека вот это важно. Ты раздражаешь его, что ты на ветру сидишь, ветер. для него ненормально, для этого человека ненормально, что ветер дует, да, что волосы расцветают. Нет, ты не должна так сидеть на природе, ты должна вот этот акцент сюда. Ты видишь, как раздражает. А ты знаешь, а я тогда задумалась, думаю, зачем мне вот такие комментарии? А там мне один такой, знаешь о чем? Не мечите бисер. На самом деле. Нет, это один из вариантов. Да, я тогда глубокие мысли выдала в тех коротеньких роликах. Но я тогда себе подумала, думаю, блин, наверное, все-таки с этим вот, с волосами перемудрила, раз про волосы говорят, надо вернуться к старому варианту. И он нравился больше. А суть от этого не меняется. Все равно сядь со своими и на ветру. И опять-таки тебе будет тут суть в другом. Вот как раз та, что я сказала. А та, которую ты назвала, это тебя, сказали. Лично. Я же тоже ищу варианты имиджа игры. Да, блин. Ну да. Главное, чтобы он, это тебе игра нравилась. Ну да, все, кайфы должны быть. Вообще, абсолютно, а не то, что там кто-то что-то. Суть. Саму конфетку, не оберка, конфетку лови. Ну, суть кайф. Тут без вариантов. Суть кайф. Кайф от игры и кайф. А кайф в тебе. Кайф это в тебе. А у меня сейчас кайф, когда мы с тобой подошли вплотную. Вот мы уже разрисовали болевые механизмы. Мы разрисовали пальцем колбу. Не просто разрисовали, мы осознаем это изнутри. Мы это людям в практику мах дали. Почему? Смотри, пошагово. Такие глубинные механизмы расписывали. Просто пошагово. Не было такого расписывания ни в психиатрии, ни в психотерапии, нигде. Глубочайшие вещи вообще. Просто на поверхность выложили. И вот, когда ты это осознаешь, вот ты уже эту конфетку облизываешься, что ты сейчас съешь и в какой-то момент понимаешь. А сейчас будет следующий слой психики. А там еще более интереснее. И становится еще больше интереснее. И так ты будешь, ёху, так блин, мне еще жить, жить столько всего интересно. Там же как раз-то про ресурс на жизнь. Мы-то вышли уже, когда ты спокойно можешь пользоваться. Помнишь, на самых первых, первые два, наверное, года мы видели ограниченность ресурса и что нет вариантов, чтобы ресурс сделать бесконечным. То есть ты можешь в диапазоне добавить, убавить, добавить, убавить. То есть ты прыгаешь в каком-то диапазоне, иначе ресурс будет ограничен. Ты не можешь его, в принципе, ну, можешь по чуть-чуть захватывать, еще подкачать чуть-чуть. Но, в принципе, глобально ты его изменить не можешь. Вот тебе в жизни столько отведено, значит, ты столько проживешь. И при этом в психике заложено значительно больше, чем ты захватил на эту жизнь. И в 90 лет зубы меняются у людей. А зачем они меняются, если у тебя дальше жизнь не предусмотрена? Где-то тут кто-то врет. Или медицина, или все-таки где-то у нас сбой идет в программном обеспечении. И наше тело изнашивается значительно быстрее. Оно не должно так быстро изнашиваться. И вот тогда мы не могли найти вариантов, вытянуть бесконечный ресурс. Сейчас-то мы нашли варианты. То есть, на самом деле это есть. Просто это с другого расширения делается, с другого сознания делается. И это уже интересно. А это другие возможности психики. То есть, каждый раз, когда выходишь на что-то новое, ты так просто охреневаешь, дух захватывает от того, куда ты попал. И дальше стоит задача. Это куда попал? Перепотрошить, подсветить и писать, вытянуть. Опять-таки надо, я уже чувствую, что надо уединение, опять-таки закончить книгу иллюзиониста, вычитать ее. И следующая книга будет, ты знаешь, я сперва думала, что у нас будет название инфодайвинг болезней, а теперь понимаю, там будет другое название. Болезни это детский сад на самом деле на фоне возможностей психических. А болезнь это все лишь помощник в том, чтобы эти возможности раскрыть. Для того, чтобы человек сказал себе стоп и задумался. Поэтому там мы еще с названием почудим. У нас есть инфодайвинг счастья, а я сейчас тогда сижу инфодайвинг боль. Счастье в боли. Не-не-не, внимание на боли мы держать не будем. А вот на возможностях, которые открываются, когда человек осознает, зачем ему боль дала. И о движении сознания, развитии сознания, вот об этом будем говорить. Психические возможности человека не ограничены ничем. Это может быть совсем другой мир. И при этом этот мир будет материальным. потому что он может строиться только через материю. Да, но при этом мы с тобой сейчас, Наташа, вошли именно в боль. Мы осознаем благодарность боли. Мы осознаем, то есть мы на самом деле сидим сейчас в этом. Понимаешь, вот мы сидим сейчас в этом, а оно по-другому быть не может. Ты осознаешь сознание Создателя. То есть вот мы как Создатель, да, смотрим на человека. И мы осознаем, что, ну вот сегодня мы работали по консультациям и консультировали людей, как обычно в чате, в личной переписке. Ты осознаешь, вот человек тебя не услышит. И тогда есть только единственный вариант, чтобы он сказал себе стоп и услышал, это причинить ему боль. И дальше ты можешь ему сказать, какой ты хороший, но ты же можешь подняться с дивана и пошевелить попкой. И он себя слышать не будет. А ты можешь ему так звездануть, что он три дня спать не будет. Но он будет бегать вокруг этого дивана, не останавливаясь, боясь присесть. И ты заставишь его бегать. И ты его заставляешь бегать. И если я, как Создатель, смотрю, то какой вариант? Я буду с тобой уговаривать и сюсюкать, или я создаю условия, при которых ты бегаешь и не можешь остановиться, как заводной. Конечно, второе. И тогда, глядя на человеческую боль, ты не будешь гладить и говорить, я сделаю все, чтобы тебе не болело, бедненький. Нету такого. либо ты включаешь мозг, либо тебе болит еще больше. И нету другого механизма. Вот с восприятия Создателя нету другого механизма поднять человека. Или проснись, встань, иди, через волшебную рамку с инвалидной коляски. Просто если бы был какой-то другой механизм, мы бы могли говорить о нем. Но нету его. И тогда получается любая борьба с болью это идти вразрез со своим подсознанием. И в то же самое время становится очевидным, что есть в подсознании перегибы, моменты вот эти самонаказательные, когда человек может вообще из-за боли вылететь из игры. И вот эти моменты надо блокировать. Это как, знаешь, как заигрывание. Заигрывание, да. Это как дети, когда они разошлись и уже себя не контролируют. Вот точно так же вразно может идти подсознание. Вот для этих моментов нужна экстренная медицина. А медицина, которая есть сейчас, я напою тебя таблетками и углажу и поглажу. Нет, такое не должно быть. видишь, но она выгодна. Она выгодна производителям таблет. Игра. Да. Много игр. Да, много. И все игры начинаются с выноса авторитета. да. А вот оставить человека в себе и сказать, что ты для себя авторитет и твое мнение в создании твоей реальности авторитетно. Пока об этом говорит только инфодайм. И все попытки его запихнуть в регрессивный гипноз не прокатит. И при этом парадокс. Религия в Библии прописана «Не создай себе кумира». Не сотвори, да? Прям четко. И в то же время играет этого кумира в авторитет и все вокруг. Да, да, да. То есть, понимаешь, вот это простое прямо на поверхность не видим. Мы будем смотреть куда-то, куда угодно, только не сюда. Будем угадать себя. Потому что нам авторитет сказал. Вообще. А кто ты? а я никто. Я маленькая частичка. Вообще. Когда говорят, я частичка Бога, это уже себе позволили такое. Так я раб Божий. И вот скажи все это моему папе только в следующей жизни прочитает книги. ты свои книги не дарила им? Дарила. Так лежат. Добро-добро говорят. Добро-добро. Прочитаю. Добро-добро. О чем это? Нет пророка в своем отечестве. Поэтому инфодайинг признала Канада. Вот он. Ну да. Другая дружить. Я знаю, что все будет хорошо. Конечно. Оно уже есть хорошо. Так оно вообще всегда все хорошо. И мы не просто так выбрали место рождения Белая Рознь. Вот не просто так Причем обе? Угу. Не просто так. так.